Власти Китая выдвинули официальное обвинение бывшему высокопоставленному чиновнику. Джоу Юнкан, у которой раньше руководил всеми силовыми структурами КНР, вменяют коррупцию, злоупотребление властью и намеренное разглашение государственных тайн. Об этом китайские СМИ сообщили в пятницу. Джоу Юнкан также входил в постоянный комитет политбюро, который состоит из самых влиятельных членов Компартии. За последние десятилетия это самое громкое судебное дело над чиновником такого уровня. Как сообщают китайские государственные СМИ, дело Джоу было передано в суд северного города Тяньцзинь. Время начала судебных заседаний пока не сообщается. Известно только, что на слушание по делу планируют пригласить журналистов и общественность. Джоу Юнкан арестовали в прошлом году, его также исключили из партии. Последний раз публично его видели в октябре 2013 года. Наблюдатели видят в инциденте свидетельство внутрипартийной борьбы между негласными фракциями. С того времени, как к власти в стране пришёл Си Динпин, обвинения были выдвинуты многим высокопоставленным чиновникам Компартии. Как предполагается, все они принадлежат фракции Дзянзиминя, бывшего генерального секретаря Компартии. Джоу Юнкан был из его круга. В то же время в нескольких странах мира и на Дзянзиминя, и на Джоу Юнкана поданы судебные иски за преступления против человечности. По данным ИСОФ, эти экс-чиновники использовали силовые структуры страны для осуществления незаконных арестов, пыток и изъятия органов у многомиллионной группы мирных приверженцев духовной практики Фулуньгун. Отдав распоряжение о начале расследования в отношении Джоу Юнкана, нынешний глава КНР нарушил негласное правило Компартии. Согласно ему, члены постоянного комитета Политбюро не могут подвергаться судебному преследованию даже после выхода на пенсию.